Пока жильцы аварийных домов пытаются доказать, что платят за некачественные, а то и вовсе не оказанные коммунальные услуги, депутаты Госдумы приняли закон о штрафах за неуплату услуг ЖКХ. И с 1 января будущего года он вступит в силу. Таким образом, тех, кто не платит, будут дополнительно бить рублем. Рассчитывать неустойку планируют по специальной шкале. По принципу, чем дольше, тем дороже. Копишь долги, заплатишь вдвойне. Если сейчас размер пени составляет 1,03 ставки рефинансирования Центрального банка и начисляется с первого дня просрочки, то с нового года к накопленной задолженности будут добавляться штрафы. Особенно это почувствуют крупные должники. Для ТСЖ, товарища собственников жилья, жилищных кооперативов, размер пени составляет 1,03 ставки рефинансирования от невыплаченной в срок суммы за каждый день просрочки, начиная с 31 дня по 90 день. И 1,03 ставки рефинансирования, начиная с 91 дня. Таким образом, первый месяц является льготным периодом. Такой же размер штрафа распространяется и на собственников жилья. Размер пени за неуплату взносов за капремонт не поменялся. А вот для управляющих компаний ситуация изменится не в лучшую сторону. Купение устанавливается в размере 1,03 ставки рефинансирования от невыплаченной в срок суммы за каждый день проскрочки, начиная со дня следующего, за днем наступления такого срока оправдата, и по 60 день. Начиная с 61 дня ставка рефинансирования становится 1,170, и начиная с 91 дня ставка становится 1,130. Получается, злостных неплательщиков ресурсоснабжающей организации переложили на управляющие компании. Действительно, управляющие компании пострадают достаточно сильно, потому что управляющие компании платят, собственник не платит, они обязаны оплачивать вот эту пеню. Если говорить про собственника, собственник когда посмотрит и говорит, ну, мне можно не платить вот этот месяц, на следующий месяц я заплачу, ничего страшного не произойдет. А управляющая компания уже за этот период, вот эта пеня уже пошла. И управляющие компании вынуждены за него эту пеню заплатить. Сюда же попадает и плата за общедомовые нужды. Долг за жилищно-коммунальные услуги по состоянию на 1 октября 2015 года составил около 250 миллиардов рублей. В Новосибирске долг перед ресурсоснабжающими организациями равен 4,5 миллиардам. Платежная дисциплина в стране слабая. Управляющие компании работают над этой проблемой, но тоже не активно, потому что судебная система у нас тоже громоздкая и все остается на своих местах. По статистике 60% потребителей оплачивают коммунальные услуги вовремя. Только 10% являются хроническими неплательщиками. Чиновники надеются, закон поможет увеличить количество дисциплинированных потребителей. Однако не все так оптимистичны. В конце концов это ни к чему хорошему не приведет. Почему? Потому что у нас очень большой пласт убежденных неплательщиков. И вот эти неплательщики, это не то, что пенсионеры, и им не хватает денег. Это именно те люди, которые либо занимаются предпринимательством, либо достаточно обеспеченные люди, которые считают ненужным обременять себя ненужными тратами, и они просто не платят. Поэтому они не будут платить и ту пеню, которую им выставляют. То есть эта проблема только усугубится. Как говорят специалисты, заглушки в канализации и точечное отключение ресурсов не помогает. Выселение – вот действенный метод борьбы со злостными должниками. Я знакомилась с практикой выселения и так далее. Она не всегда реализуема. Почему? Потому что здесь достаточно сказать, что в отношении единственного жилья собственника это не проходит. Проходит только в некоторых случаях, когда человек ведет асоциальный образ жизни. Ну, это либо там вот скандалит, бьет стекла в подъезде и так далее. И это доказуемо, если составляется несколько актов. Если у него квартира не отвечает каким-то санитарным требованиям, санитарным нормам, это второе. И то, что вот он является злостным неплательщиком, тогда вмешивается муниципалитет, и при вмешательстве от муниципалитета еще можно как-то выселить. Тем временем коммунальные долги россиян продолжают расти только по сравнению с прошлым годом на 18% и составляют сегодня 220 миллиардов рублей. Причина – кризис и введение обязательных взносов за капитальный ремонт. Виктория Рыжих, Константин Менин и Алексей Баженов. Итоги недели.